Это один из важнейших наших вопросов. Даже в названии инспекции нашей, вот задумайтесь, главное управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин. То есть то, что мы регистрируем, это понятно. То, что мы допускаем к управлению, это понятно. Но самое главное, это техническое состояние той техники, которая у нас стоит в очереди. Именно так определил руководитель региональной инспекции гостехнодзора Сергей Умников основную задачу службы. Не случайно состоявшееся недавно в поселке Оленино зональное совещание с государственными инженер-инспекторами гостехнодзора муниципальных образований Юго-Западного района области было посвящено предоставлению государственной услуги технический осмотр самоходных машин и других видов техники. Это очень важно, потому что техника у нас участвует в дорожном движении. Значит, это зависит от этого безопасность жизни, здоровья людей. Поэтому проверять, проводить технический осмотр раз в год, это как бы необходимость, чтобы техника была исправна и допускалась к работе только исправная техника. Александр Сизиков продемонстрировал инспекторам близкий к образцу порядок проведения технического осмотра трактора «Беларусь» с прицепом. Проверяем сразу заводской номер, сверяем его. Также у нас заводской номер прицепа. Проверяем сразу номер заводской прицепа. Он у нас на шильдике и дублируется на ранее. Сразу проверяем номер моста. Приходим к проверке коробки передач. Для безопасной эксплуатации техники проверяется всё. Сверяются номерные агрегаты. Проверяется наличие удостоверения тракториста-машиниста с открытой категорией. Страхового полиса ОСАГО. Проверяются тормозная система, рулевое управление. Внешние световые приборы, стеклоочистители, измеряется уровень дымности отработавших газов, высота протектора шин на колёсах. Обязательно наличие аптечки, знака аварийной остановки, противооткатных устройств и огнетушителя. Вот, смотрите, мы произвели 10 замеров. Это средний. То есть это, в принципе, идеально. Такой детальный осмотр с каждой единицей техники. Техника становится всё сложнее, поэтому квалификация трактористов тоже должна соответствовать. Такие занятия помогают инженер-инспекторам ориентироваться в требованиях законодательства. 3 июля вступил в силу федеральный закон о самоходных машинах и других видах техники. Закон устанавливает правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. Регулирует, в числе прочего, порядок допуска к эксплуатации самоходных машин и других видов техники. Порядок технического обслуживания и ремонта такой техники. Основание запрещания её эксплуатации. Определяет порядок государственной регистрации и учёта технического осмотра техники и прочее. Положение закона регламентирует также отношения в сфере безопасности труда трактористов, машинистов и водителей самоходных машин. Сейчас нормативные документы меняются очень часто, поэтому есть необходимость проанализировать и прийти к общему, чтобы все проводили технический осмотр на одном уровне и в одном режиме. На занятиях тщательный технический осмотр прошёл трактор, находящийся в собственности частного предпринимателя. Технику владелец содержит в полном порядке, как и должно быть у рачительного хозяина. Аграрии и Верхневожье обновляют машино-тракторный парк, что в свою очередь требует квалифицированных кадров. Учебные учреждения откликнулись на потребность сельскохозяйственных организаций. Вот и этот семинар совещания инспекторов Гостехнадзора прошёл на базе филиала Западно-Двинского технологического колледжа имени Ковалёва, где, как мы уже рассказывали, готовят для региона квалифицированные кадры трактористов-машинистов.